В 40-й день после крушения самолета Ту-154 близ Сочи святейший патриарх московский в Сеерусе Кирилл совершил заупокойное богослужение. Напомним, трагедия произошла 25 декабря прошлого года. На борту разбившегося авиалайнера в Министерстве обороны находились 92 человека. Поминовение погибших проходило в Новоспасском монастыре. Из обители материал Галины Ледвиной. Поминальное богослужение прошло в Покровском храме Новоспасской обители. В этот день в монастырь пришли родственники, друзья, сослуживцы вознести молитвы о упокоении душ погибших в авиакатастрофе. Участие в панихиде приняли очень много сочувствующих людей. Почтить память жертв трагедии приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Святейший патриарх призвал всех помолиться о том, чтобы Господь принял души погибших в небесной обители, а близким дал силу разума, силу понимания его божественного промысла. Авиакатастрофа унесла жизни 92-х человек. На заупокойном богослужении молились о военнослужащих вооруженных сил, артистах и руководителя академического ансамбля «Песни-пляски» российской армии имени Александрова, девяти представителях российских СМИ и директоре фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке. Трагедия, произошедшая в конце прошлого года над Черным морем, потрясла всю страну и очень многих людей во всем мире. В своем обращении к молящимся патриарх подчеркнул, что смерть замечательных сынов Отечества заставила очень многих людей подумать о том, что происходит с нами, как с людьми, насколько хрупко наше существование. Человек создан Богом, очень сильным и действительно способным к могуществу. Но над всем Бог. И только когда мы стоим у гроба близких своих, часто посещают нас мысли, о смысле жизни, о конечности нашего бытия. Предстоятель пожелал всем укрепиться в вере, которая делает человека сильным и возвышает его над страданиями. Его святейшество нашел слова утешения и родственникам погибших. Господь забрал к себе этих замечательных людей. Для нас трагедия, для Бога не трагедия. Потому что в отличие от нас Бог видит все. Он видит вечность. И то, где они сейчас, это лучше, чем то, где мы сейчас. Нам это трудно понять, потому что нам не дано опыта соприкосновения с той иной жизнью. Но та иная жизнь существует. А значит, смерти не существует. И чем яснее мы будем это понимать, чем умом и сердцем это будем переживать, тем мы будем сильнее. За упокойные службы о жертвах крушения самолета Ту-154 близ Сочи в этот день прошли и в других храмах. За упокойную службу памяти Елизаветы Глинки и других погибших совершил также в Новодевичьем монастыре в Москве митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Продолжение следует... Продолжение следует...